Главные спортивные новости в последние две недели, конечно же, приходят из Кореи, где Тимень достойно представляют наши лыжники. Александр Большунов и Денис Спецов сегодня участвовали в командном спринте. До него они уже выиграли по бронзе и командное серебро. И вот еще одно серебро. Ура! А вот Мария Баталова и Валерия Павлова, наши хоккеисты-девочки, остановились в шаге от медали. Буквально час назад завершился хоккейный матч за бронзу. Выиграла сборная Финляндии, но все равно скажем девушкам большое спасибо. И продолжаем. Тименская область готовится к Кубку мира по биатлону. Сегодня начинаются первые забеги у биатлонистов. В «Жемчужине Сибири» проходит сразу несколько этапов соревнований. Это всероссийские и первенство России среди биатлонистов-юниоров. Лучших спортсменов выберут и в этапе Кубка России, которые после смогут выступить на Кубке мира. Там работает моя коллега Екатерина Кальченко. Катя, физкульт, привет! Скажи, наши спортсмены уже знают об успехе тюменских лыжников? Как-то вдохновляет их, окрывляет эта новость? Катя, привет! Ну, я думаю, что сегодня им нету этих гонок, потому что у них сегодня свои, не менее важные соревнования. Только что буквально начинается старт. Стартуют мужчины, юниоры. Дистанция сегодня, которую они пробегут, это 10 километров. Сегодня они проходят соревнования в зачет Кубка, вернее, в зачет этапа Кубка России, а также в зачет всероссийских соревнований. Сегодня специально сюда, в «Жемчужину Сибири», также приехали члены, спортсмены сборной России по биатлону. Евгений Гаранчев, Цветков Максим. Приехал даже Дмитрий Малышко, но, к сожалению, сегодня на этот старт его не допустили. Не хватило какой-то печати, справки от врача. Ну и стоит отметить, что, конечно же, сегодня для них эти старты очень важны. Все приехали сюда за победой. Мы, кстати, пообщались с юниорами, пообщались уже со спортсменами-мужчинами, с разными участниками. И вот один из них приехал из Ижевска. Вот что он нам сказал. Предлагаю послушать. Приехали мы из Удмуртии, из города Ижевска. Сегодня бежим в спринт. Сейчас, на данный момент, откатываем лыжи, выбираем лучшую пару гонки. В три часа у нас начнется пристрелка, и в четыре часа начинается старт. Ну, в целом, сегодня пробегут около ста человек, ста спортсменов. Спринт, дистанцию 10 километров, но соревнования продлятся до 25 февраля включительно. Ждет также участников спортсменов по сьют, эстафета и другие гонки. Поэтому, кто может, кто хочет, может приехать поболеть. Кстати, для тюменских любителей спорта, также «Жемчужина Сибири» не закрыта. Будут работать прогулочные трассы для туристов. То есть, можно тоже приехать на лыжах и покататься. Ну, все подробности расскажу дальше. Катя. Катя, спасибо. Будем ждать подробностей. А мы продолжаем. Спасибо.